Когда-то в этом зале крутили кино для политической верхушки. Сегодня отсюда прямая трансляция на всю область. Ежегодное послание Сумина впервые собирает такую аудиторию. В рядах министров и депутатов простой люд. От губернатора каждый ждет ответа на свой вопрос. Вопросы с жильем у нас. Ветеранский дом у нас есть в Баркуле. Но он так ненадлежащий, как говорится, выглядит. Цены выросли. С работы тоже бывает затруднение. Наше непростое экономическое длительное время. Нам необходимо работать вместе, быть объединенными. 11-е обращение губернатора к южноуральцам началось ровно в 11. Промышленный спад катастрофичен, но область не должна потерять ни одного коллектива. Из уст Сумина посыпались с распоряжения главам, сообщать в прокуратуру о каждом увольнении, ведь счет уже не на сотни. Хватит. Надо остановиться и прекратить сокращение рабочих с предприятий и организацией. От провышленности к частнику именно малый бизнес, когда металлургический хребет надломлен, спасение для области Красной Строкойск, возречь Сумина, прошло эхо медведевских наказов. Не кошмарить ЧПшников, наоборот, всячески помогать. Мною дано поручение подготовить дополнительные меры по поддержке приоритетных направлений малого и среднего предпринимательства, включая снижение с 15 до 10 процентной ставки по упрощенной системе налогообложений. Не бизнес душить проверками, а криминал брать в ежовые рукавицы губернатор сам признал, впервые за последние годы преступность выстрелила. Друзья, кризис, который мы переживаем, наносит не только экономический, но и морально-нравственный ущерб. Он провоцирует коррупцию, борьба с которой должна выйти на первый план во всех уровнях власти. Он провоцирует волну наркомании, алкоголизма, преступности. Еще губернатор обязал бить по рукам спекулянтов, не допустить роста цен. Импорту нет, область делает ставку на свою говядину и молоко, что не тезис руководства к действию. Кризис путал многие наши планы. Вместе с тем он показал, что лучшим рецептом трудных условий является сплоченность, сотрудничество и труд. 40 минут – это рекорд. Самое короткое и в то же время самое емкое обращение. Сразу после главы и министры разошлись. Теперь им ломать голову, как и на чем экономить. Губернатор заявил, все расходы, кроме социалки, урезаются по максимуму.